Президент России Владимир Путин Согласно документу, отягчающими вину обстоятельствами признаются публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды против какой-либо социальной группы. Стоит отметить, что сам по себе экстремизм – это приверженность к радикальным взглядам, которую выражают как мирно, например, высказываниями, так и в опасных формах, например, террористической акции. Это явление часто связано с политикой, религией, этнической и расовой принадлежностью. Для меня важны психологические признаки действий экстремистского характера, ну, например, возбуждение вражды и розни в отношении какой-либо группы лиц по национальному, религиозному признаку и прочим, побуждение к каким-либо насильственным агрессивным действиям против какой-либо группы лиц, унижение группы лиц, ну и так далее. Вот эти вот признаки для меня являются предметом моей работы. Стоит отметить, что наличие экстремистского контента определяется сразу несколькими компетентными органами, которые, исходя из полученных Следственным комитетом данных, проводят лингвистическую и психологическую экспертизы. По их результатам, конкретным материалам согласно заполняемой ведомством анкете присваиваются обвинения или отсутствие факта наличия в контексте материалов экстремистской направленности. Начинается все с оформления постановления следователем обычным или дознавателем. Постановление оформляется на основе того, что либо заведено уголовное дело, либо проводится проверка. Далее в постановлении указываются вопросы, которые ставят на разрешение экспертов, психолога и лингвиста, если говорить о делах экстремистской такой направленности, о материалах. Далее происходит выемка объектов, которые интересуют следователя. Это выемка из социальных сетей обычно или еще из каких-то платформ в сети интернет. Эти материалы предоставляются вместе с постановлением экспертов. Закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны, вступит в силу 25 февраля. Это дополнение стало необходимым, поскольку в середине января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что за почти два года Следственный комитет завел 273 уголовных дела о распространении ложной информации о вооруженных силах России. А полное интервью с экспертом смотрите в программе «Под парашютом» на телеканале Универ ТВ. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.